Всем привет! На ваших экранах Planet Zoo, часть 13. Мы на вершине горы, вы видите здесь наш зоопарк, вот недавно построенный вольер, но места у нас на самом деле еще очень много. Итак, приветствую тебя, дорогой друг! У нас есть проблемы, проблемы насущие, это с посетителями. У них мало энергии, у них много голода, жажду они испытывают постоянно. Образование, кстати, тоже хромает, поэтому давайте мы, наверное... Я хочу как-то сделать аккуратно, сейчас вот здесь вот вывести дорожку, еще одну, скорее всего, вот здесь вот под второй вольер. Да, да. Вот как-то так она пусть будет. Здесь мы с вами поставим несколько кафешек, несколько, возможно, каких-то ресторанчиков. Давайте посмотрим вообще, как это будет выглядеть. Скорее всего, было бы, наверное, даже хорошо, если мы сделаем тут какую-то круговую дорогу, и вокруг нее все это проставим. Так, я сейчас буду пробовать. Итак, я немножко поговорялся, у нас получилась вот такая вот площадь. Мне кажется, под ресторанчики подойдет просто идеально. Давайте посмотрим по объектам. Нам нужны, да, места и фильтр, пакет дополнений. Давай посмотрим, где у нас было сохранение. Сохранение нету, да, тут такого? А, нет, есть вот сохранение дикой природы. Я еще в самом начале хотел добавить здесь что-то такое вот интересное из сохранения дикой природы, потому что, ну, оно выглядит симпатично. Довольно-таки хорошо, поэтому так, сюда мы поставим вот эти. Да, с этой стороны, ну, не очень. Конечно, смотрится там кондиционер и все вот эти дела, но, думаю, ничего страшного. Так, это что такое? Сохранение дикой природы вход. Это у нас мои какие-то постройки. Есть вот такие вот у нас шикарные лепесточки. Давайте их тоже попробуем поставить. Ну, как бы их поставить получше, но мы сейчас попробуем. Так, один мы ставим сюда, один мы ставим, наверное, вот так. Идеально, конечно, четкой симметрии у нас ни в коем случае не получится, потому что у лепесточков у нас, блин, выход только в одну сторону идет. Но я думаю, ладно, ничего страшного. Если даже у нас будут такие небольшие. А, кстати, хорошо, да? Да, мне кажется, хорошо. А сюда бы нам еще ресторанчик какой-то поставить. Вот. Ну, в том, что симметрии особо нет, и листочки у нас смотрят все в одну сторону. Я думаю, мы с вами это дело переживем. Кстати, у меня есть еще вот такая вот штука. Блин, очень крутая. И на самом деле, если ее поставить где-то вот как-то сюда, блин, смотрелось бы, наверное, очень хорошо, да? Ну-ка, что ты думаешь по этому поводу? Напиши в комментариях. Если что, мы ее здесь разместим, сделаем какой-то водоем. Так, и давайте сразу займемся с вами наполнением. Наполнение у нас будет какого рода? Нам нужен киоск с напитками обязательно. Так, а где они у нас? Вот объекты посетителей. Это мы убираем. Кофе Фокс, Питшоп. Это вот вообще очень наши посетители любят. Пипшоп это самое основное. Пипшоп и Гулпи. Так. Все, оставляем его сюда. Здесь рядышком мы ставим, опять же, Гулпи наш. Я так понимаю, у нас закрывается, потому что у нас не достает здесь электроэнергия. Но это на самом деле вообще ничего страшного. Так, по кофе. Кофе, кофе, кофе. Блин, а оно тут сразу пытается коннектиться. Да, все, все, я понял. Я понял это потому, что у нас группировка там стоит. Но нам группировка с тобой не нужна. Так, Космик Милкшейк. Давайте тоже поставим. Пусть у нас будет Космик Милкшейк. Вот заодно мы посмотрим, где люди у нас больше любят отовариваться. Так, что еще есть? Сок, пипшот еще есть, да? Блин, а не много ли здесь? Три получается так. И вот три мы заполним с вами едой. Так, киоск с едой. Это что такое у нас? Чивбиф. Давайте будем пробовать. Нам нужно сделать максимально приятную фастфудную зону в этой стране, чтобы люди у нас не толкались, не пихались в самом начале. Да? Я тоже думаю, это будет хорошо. Так, что еще есть? Мороженка. Мороженка это вообще самое главное, что есть в зоопарке. Да вообще в целом в любом парке ты приходишь, лопаешь мороженку, наслаждаешься тебе максимально хорошо. Так, и что, 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 что еще есть у нас? Миксиланты. Что такое миксиланты? Можно я посмотрю? Блин, непонятно, кстати. Мисси Гуд. Это что-то новое у нас добавилось? Так, ну это у нас пончики. Давайте, в принципе, пончики, я думаю, нам подходят. Мы можем их здесь поставить. Все. Пончики у нас тоже готовы. Так, нам теперь обязательно, вообще без этого получается никуда, нужно поставить генератор. Блин, а куда нам поставить генератор? Это пока большой вопрос. Давайте я, наверное, вот здесь пущу дорожку. Вот. Пока я не решил, не придумал, куда нам спрятать, собственно, генератор. Что с тобой? Что с тобой? Дорога, я не могу понять. Я, видимо, в настройках что-то понатыкал. Мне прям дико не нравится. Но у меня проблемы с ландшафтом и с самой дорогой. Это очень неприятная история. Вот. Мы ставим сюда трансформатор. Пока люди сюда ходить не будут. Но что-нибудь, как говорится, мы с вами здесь сделаем. Так, давайте нажмем на паузу. Чтобы люди пока сюда не шли. Потому что мы еще не оформили. Блин, откуда мусор? Вообще очень странно. Так. Все. Магазины у нас все работают. Все замечательно. Так. Здесь хорошо. Здесь хорошо. Везде подключение к дороге. Есть? Есть. Так. Нам нужно. Нам максимально даже необходимо поставить с тобой какие-нибудь лавочки. Так. Где, где, где у нас были лавочки? Вот они. Давай посмотрим, что у нас есть. Здесь мы берем наши классические, стандартные, как говорится, любимые. Вот. Потому что у них шикарная форма. Да и в целом выглядят они очень даже хорошо. Так. И давай, наверное, еще по одной мы вот сюда поставим. Чтобы у нас люди приходили, отдыхали и им все нравилось. Так. Следующая. Столбы видеонаблюдения. Так. Наверное, вот здесь вот на входе мы по одному поставим. Ну, потому что они должны. Потому что безопасность, как говорится, нам не чужда. И на стенные камеры видеонаблюдения мы, наверное, так. Ну, она должна. Должна, по идее, цеплять. Мы поставим одно сюда, чтобы она смотрела в эту сторону. И поставим одно сюда, чтобы она смотрела вот в эту сторону. Все. Хорошо. По видеонаблюдению у нас тоже все с тобой есть. Так. Следующее. Следующее, что нам необходимо, это корзины. Урну поставим возле каждой лавочки. Потому что вот этот вот спонтанный мусор нас с тобой вообще не устраивает. Так. Это у нас есть. Есть. Все хорошо. Теперь столики. На самом деле было бы, наверное, шикарно, если мы можем поставить вот с этой стороны несколько столиков. Человек пришел такой. Да, я хочу посидеть, отдохнуть, как говорится, что-то поесть, где-то посмотреть. Так. Давайте мы, наверное, еще два вот сюда поставим. Вот таким образом. И один еще поставим вот сюда, чтобы у людей был проход. Хотя, блин, близко к урнам, ну ладно. Зато будет куда, как говорится, выкинуть, да, все это дело. Все. Если мы вот так вот поставим, здесь у них будет проход. Если в дальнейшем мы здесь разместим что-то большое, интересное, возможно, какое-то здание, ну люди смогли, как говорится, проходить. Так. На этом вроде как все, вроде как. Так, но можно было бы, конечно, конечно, можно ресторанчик добавить все-таки. Я вот думаю. Но к ресторанчику нужно украшение, а это мы с тобой сейчас опять надолго залипнем в это все дело. Так, у нас есть еще автозакусочная. Вот такого вот типа. Правда, я не знаю, к ней там подключается что-то? Как она вообще работает? Пока непонятно. Ладно, что касается туалетов. Нам бы, наверное, еще туалеты с тобой можно было бы сюда, конечно, поставить. Так, скульптурки у нас еще есть всякие разные. Ты посмотри, у нас еще столько всего неиспользованного. Так, точка экскурсии. Блин, а точки экскурсии мы с тобой вообще нигде не представляли. Это, мне кажется, безобразие. Так, с этой стороны вроде все по строительству и украшательству. Нам нужно вот эту территорию с тобой обязательно как-нибудь украсить. Что у нас есть? Возможно, у нас есть что-то такое невероятно шедевральное. Смотри, скульптура. Ё-моё. Это же киберпанк. Не меньше. А здесь еще страусы какие-то есть. Ну, блин. У меня слишком большой выбор. Когда у меня слишком большой выбор, мне выбрать довольно-таки тяжело. Поэтому мы... Я не знаю. Я не знаю. Мы... Надо посмотреть. Надо посмотреть. Ты посмотри. Это вообще... Здесь столько всего красивого, столько всего интересного. Глаза немножко и немножко разбегаются. Так, а если такое что-то... Нет, нет. Нам нужно грандиозное. Как наша вот паучья скала. Ну, у нас, видишь, скала уже есть одна. Поэтому нам нужно чуть-чуть менее грандиозное. Что-то, чтобы подходило под наш стиль. Это такое светлое дерево. О, кстати, смотри. Какая лошадка. Офигенно. Это лошадь, да? Сохранение дикой природы. Да, скульптура лошадь. Блин, они суперские. На самом деле, и даже очень сильно сюда подходят. Давайте мы вот этих вот... Это у нас кто? Саблероговый Орикс. Пару Ориксов вот сюда вот посадим. Мне кажется, будет интересно. Так, одного сюда, одного вот так вот. Что они у нас тут такие? Лежачие, лежачие. А, блин. Можно было сделать, что за ними еще... Гепард, леопард наш бежит. Ну, ладно. Мы оставим пока три штучки. Мне кажется, будет смотреться хорошо. Так. А, я же хотел по туалетам посмотреть. Пардоньте, пардоньте. А где у нас туалеты? Где у нас туалеты для людей? Вот, вот, вот. Это что такое? Водный мир. Водный мир. Туалет. Ну, блин. А вот куда его поставить? Это вопрос очень большой. Хотя мне нравятся вроде и вот эти вот туалеты. Да? Ага. Ну, нам один где-то нужен. Где-то нужен, чтобы он был. Давайте, наверное, сюда вот поставим. Он просто здесь очень хорошо как-то гармонично дорожку проложил. Оба-поп. Подвесули, загрызули. Так, ну, вроде все-все-все. Так, по поводу вот этой штуки мы с вами думаем, да? В комментариях пишем, ставим мы ее с этой стороны или нет. Придется к ним водоем сделать и всяк разно красиво как-то здесь облагородить. Так, что касается природы. Давайте с вами тоже посмотрим. Нам нужны какие-то деревья. Какие-то интересные да красивые. Кстати, кстати, вот это, мне кажется, очень хорошо подойдет. Плюс оно дает красивую тень, да? Смотри-ка, что. Мне кажется, хорошо. А есть что-то поменьше? Так, ну, поменьше мы пока не видим. Ладно, есть у нас еще кустики. Нам бы... Блин, мне хочется, наверное, какую-то, может, скульптуру тут сделать прям. Ну, вот я не знаю. Давай, ладно, мы посадим несколько кустов, чтобы у нас было не совсем так пусто. Сюда и сюда. Блин, мусор. Откуда мусор? Мы еще открыться не успели. Они уже намусорили. Так, это что такое? Тоже красивые какие-то растения. Так, а что касается нашей весны и осени. У нас же в этом сезоне с тобой топовые деревья. Это осень-весна лиственные, между прочим, потому что, ну, смотрится хорошо, а не парк нам разнообразия, тай-дай-ну. Так, это можно сюда высадить прям несколько. Вот так вот здесь вот какие-то цветочки у нас. Мы еще парочку посадим, чтобы людям поинтереснее было на это все дело смотреть. Так, чтобы, чтобы, чтобы еще добавить такого интересного до большого. Ну, кстати, у нас вот здесь вот еще клумбы, по-моему, были. Вот. Ну, ладно. Давай сделаем так. Хорошенького у нас будет помаленьку. Все, мы это дело запускаем. Люди у нас начинают сейчас сюда идти. Вот. Обживаются. А дальше мы смотрим, что мы тут добавим. Где-то что-то. Потому что, потому что, смотри, у нас здесь пробка. Пробка люди не могут проехать, смотрят на лам. Но ничего страшного. Экскурсия у нас, конечно, немножко затягивается. Вот. Но зато люди смотрят на животных. Задняя часть поезда смотрит на медведей, передняя часть на лам. Все, ламы наконец-то разрешили нам проехать. Мы двигаемся дальше. Так. Что касается вольера. Давайте мы сегодня с вами еще что-нибудь добавим. Потому что, ну, мы не будем заниматься постоянно вот постройкой чего-то такого. Немножко повтыкали, позанимались как-то украшательствами. Давай дальше к животным. Итак, у нас есть вот такой вот здесь закоулочек-закуточек. Получается, мы будем немножко округлять, округлять наш парк. Здесь что-то расширять, чтобы он у нас смотрелся, как говорится, поинтересней. Вот. Но так как тупиковая это у нас зона, да, да. Мы можем разместить интересных животных, которые у нас любят большие пространства. Американский бизон. Так. В настоящее время бизоны не входят в число видов под угрозой. Ну и замечательно. Такие милашки, красивые, огромные. Так. 80 тысяч штук их у нас существует. Класс забора 3. 1,25 метра. Это замечательно. Не более одного самца, не более 14 самок. Так. Рост в холке 170 сантиметров. Интересные факты. Бизон – самое крупное наземное животное в Северной Америке. Когда во время борьбы бизон разгоняется для удара, его скорость может достигать 55 километров в час. У бизонов плохое зрение, зато превосходный слух и обоняние. Вот такие вот они у нас молодцы. Давайте с вами быстренько разберемся с барьером, с вольером и всеми делами. Кстати, в прошлой серии мы делали с вами вот эти вот генераторы. Я тут поставил несколько деревьев, поставил заборчики. Сказал, что людей нет, вам сюда ходить крайне категорически нельзя. Вот. Поэтому давайте смотреть по барьеру. Нам нужен, он буквально метровый на самом-то деле. Мы можем поставить и деревянный, да, бревна. А можем поставить какой-нибудь, так, габионный. Ну-ка. Нет, такие камушки мне не особо нравятся. Давайте мы красный кирпичик возьмем. Красный кирпичик, мне кажется, будет смотреться на фоне бизонов очень хорошо. Так, все, мы сейчас быстренько прокладываем с вами наш, как говорится, забор. Итак, мне кажется, много-много места у нас под бизонов я выделил. Ну, ладно, ничего как бы страшного. У нас места с вами хватает. Мы его сделаем метровый. 25 сантиметров добавлять не будем, потому что я думаю, я думаю, что они не перепрыгнут как бы в любом случае. Так, и я бы хотел, знаете, дорожку вот для персонала взять. Она у нас где красная? Красная и, скорее всего, идет ширина четверочка. Вот, чтобы у нас не приходилось... Подожди. Нет, не четверка, наверное, пятерка все-таки. Чтобы у нас персоналу не приходилось оббегать прям очень долго, очень много. А что ты как-то цепляешься не по-человечески? Ну-ка. Давай длину уменьшим. Ну-ка. А, все, я понял. У нас шаг поворота не стоит просто, да? Да. Все, мы ставим шаг поворота. Вот с этой стороны мы сейчас с тобой пропускаем дорожку вдоль, вдоль, вдоль. И здесь ее соединим. Все, у нас люди тоже туда не проходят. Здесь мы, на самом деле, тоже можем чем-то с тобой прикрыть. Допустим, к примеру, вот так вот поставить несколько деревьев. Да, я думаю, будет смотреться хорошо. И у нас есть вот такая вот специальная заградительная стена. Она у меня сейчас разобрана. Ладно, тогда мы ее ставить не будем. Я тоже хотел ее где-то вот здесь вот впилить. Так. Хотя, хотя она у меня, по-моему, должна быть где-то в объектах. Где-то в объектах. В строительстве нет. Возможно, где-то здесь. Здесь, может быть, даже в самом низу. Где-то я ее видел. Где-то я ее видел. Она у меня прям как стена была записана. Блин. Ладно, если по чертежам посмотрим. Ну, потому что мне хочется. Хочется, если честно, там поставить вот эту стенку, чтобы люди у нас лишнее не видели. Блин, какой хороший. Какой хороший у нас вольер тут есть, оказывается. Да? Да, мы его уже ставили даже, по-моему, для кого-то. Так, ну давайте вот здесь вот его поставим. Я, правда, не знаю, насколько бизонам это дело понравится. Вот. Но я бы, наверное, хотел, чтобы он у нас здесь жил. Смотрится, потому что очень красиво. Так, стена, стена, стена. Вольеры какие-то. Это у нас что? Вольер для травоядных. Это нам не подходит. Это нас не устраивает. Это нам не нужно. Как много, как много. Вот. Вот стена, да. Она у меня даже как стена здесь и числится. Правда, я ее вот так вот должен немножечко утопить. Ну-ка. Ну, мне важен эффект земли, чтобы люди у нас смотрели, как говорится, и не видели лишних строений. Так, она у меня тоже разобрана. Да, а что ж это я подразобрал-то все так? Ну, ладно. Так, мы сделаем копию. Вот сюда вот еще немножко это все дело передвинем. Можно даже слегка повернуть. Вот сюда задвинуть. Окей. Да, дерево убираем. Ну-ка. Давай сейчас с тобой взглянем, прикинем. Нет, не подходит. Надо будет что-то другое. Ну, ладно. Так, давайте попросим, чтобы нам принесли бизонов. И чтобы бизонов нам принести, нам нужно поставить здесь где-то дверку. Да? Чтобы у нас... Она вот, кстати, вот тут вот прям так вот идеально смотрелась. Все, что у нас здесь людям нельзя, но персоналу специально обученному, конечно же, можно. Так, ждем бизонов. Итак, бизонечка нам принесли. Добро пожаловать, дорогой друг. Ты будешь с нами жить. Оу, как интересно. Смотрите, по наполнению вольера ему вообще все шикарно. Даже менять ничего не нужно. Блин, это очень хорошо. Так, кстати, люди у нас что? У них немножко прибавляется, да? Жажда, удовольствие, туалеты, образование. Ну, по чуть-чуть растет. Я думаю, сейчас у нас вот это вот место потихоньку народом обрастет. Да? Сейчас пока никто не шел, у нас на паузе игра стояла. Вот. Но я думаю, будет замечательно. Итак, давайте смотреть по бизонам. Во-первых, во-первых, у нас что тут? Северная Америка, тайга, луга. По природе, да. Это у нас все дело и есть. Ба-ба-бам. Блин, а может им речечку здесь какую-нибудь сделать? Мне кажется, было бы хорошо добавить какую-то речку. Так, давайте тогда возьмем ландшафт. И, как обычно, мы с вами немножечко покопаем. Но копать мы с вами будем не очень много. Поэтому я даже не буду, наверное, это все дело ускорять. Вот. Просто посмотрим, как я этим занимаюсь. Ну-ка. Так, если у них вот здесь вот место спальное, да? А вот тут мы сделаем ребяткам нашим речку. Ну-ка. Да. Чтобы она смотрелась и хорошо, и поинтересней. Как-то вот так вот. Они же у нас вроде плавать не должны, правильно? Мне кажется, они плавать не должны. Все. Поэтому такой речечки, мне кажется, им вполне хватит, чтобы была вода. Ой. Затопил. Затопил немножко наших друзьяшек. Ну, ладно. Их сейчас вернут. Вы за них сильно не переживайте. Нажмем даже на паузу, чтобы они у нас никуда особо не разбегались. Так. Вот здесь мы с вами добавим красивых камней. Блин. А почему они? Они чем-то заросли. Еще прикол. Смотри, какой. Блин. А прям хорошо. А прям мне такие нравятся. А у нас просто зеленые камни есть? Давайте посмотрим. Блин. А просто зеленых нет. У нас вообще для бизончиков больше, наверное, вот такая вот местность подходит. Пустынно-каменная, да? Ну, вот. Поэтому, ладно. Давайте попробуем. Здесь вот так вот водоем наш камнями. Как обрамить, да, получается. Да. Чтобы у них был здесь такой небольшой красивый заливчик. Заливчик. Звучит интересно. Так. Вот здесь, ладно, добавим. Все. Мы, конечно, сейчас камнями с вами укрывать не будем. Потому что что? Потому что они у нас должны же подходить, что-то пить. Правильно. Но мне именно просто каменная тема довольно-таки интересно, чтобы у них был такой вид, блин, я не знаю, более облагороженный, что ли. Потому что, когда просто так у нас яма вырыта в земле, мне кажется, она смотрится у нас не супер хорошо. Так, замечательно. Даже очень хорошо, да. Все, каменную историю мы с вами даже вот так вот здесь оставим. Да? Да. Да. Смотрится хорошо. Все. И здесь еще немножко добавим, так сказать, для оформления, что у нас где-то здесь есть камушки. Так, так, так. А где у нас были плоские и длинные? Ну, вот этот, кстати, мне кажется, подойдет. Все. Мы его здесь немножечко вот так вот утопим. И, наверное, оставим. Все. Пусть у них будет такой залив. Вопрос. Вопрос еще в том, что у них по укрытию. Укрытие им особо, видимо, не нужно. Они могут спать и прямо на земле. Это вообще очень хорошо. По обогащению среды. Давайте мы с вами будем смотреть по обогащению среды. Нам потому что нужен вид. У нас бизон на БББ. Так. Велорога. Бонга, бонга, бонга. Подожди. А он у нас, видимо, не бизон-бизон называется. Да? Он у нас называется американский бизон. Это значит, он у нас стоит в самом начале списка. Так. Нам нужно максимально ребятам сделать жизнь комфортной. Поэтому мы добавляем массажные столбы. Так. Вот так, вот так. И один давайте сюда. Вот. Потом у нас идет корыто с едой. Мы поставим их. Ну, две штучки здесь. И давайте одну вот здесь вот поставим. Да. Я думаю, будет смотреться хорошо. Дальше. Кормушки для жвачных. Кстати, мы сейчас вот так вот сделаем, чтобы смотреть. Так. Одну кормушечку мы можем поставить с тобой где-то вот здесь. Парочку шариков, наверное, бизоном кинуть. Вот так. Что им еще необходимо? Так. Обогащение среды. Мы тоже вот здесь вот и немножко утопим. Что вы еще у нас любите? Конусы кегли. Да? Ну, давайте. Ладно. Я вам две поставлю. Не знаю. Не знаю, насколько вы с этим будете играть. И вроде как бы все. Так, мы снимем с паузой. Нет. Им еще чего-то прям хочется. Так. Грязевая ванна. Вы хотите у нас грязевую ванну? Или вам вот для жвачных животных могу добавить еще вот эти штуки? А, лакомства. Видите, им не хватает. Давайте поставим еще парочку вот этих вот навесных штук. И может быть еще один шарик? Блин, а им прям много нужно. Они прям хотят. По игрушкам прям очень много. Все, соточку мы сделали. Должны быть у нас ребята максимально довольны. Так. Но вы спросите, доволен ли я. На самом деле нет. Потому что хочется еще как-то оформить. Оформить все это дело. У нас есть много-много зелени, которую мы можем с вами использовать. Вот елочка на самом деле хорошо. А это не елка. Вот я их всех называю елками. А нет, это Дуглас Каэль. Я и елки, и пихты, и все подряд называю. Называю одним словом. Елка и все тут. Так, давайте я вот это вам добавлю. Да? Чтобы у вас покрасивее. У вас был такой лес. Хоть вы у нас и ребята американские. Почему? Почему у нас люди сюда проходят? Алло. Я для кого это сделал, что сюда ходить нельзя? Почему? Почему вы сюда претесь? Я прям не могу, ребята. Так, ладно. Здесь мы с вами сделаем лесистую местность. Вот с этой стороны. Мне прям на самом деле понравилось. Понравилось, что тут елочки стоят. Это у нас что-то новогоднее. Новый год. Все. Все, забыли. Забыли, выкинули просто из нашей жизни новый год. Потому что что? Потому что впереди лето. Впереди у нас много развлечений. Новый год нам уже как таковой не особо и нужен. Правильно? Правильно. Так, можно, кстати, вот сюда вот еще какие-то у нас кусты и заливчик сделать. Почему бизон плавает? Бизон же не плавает. Или наши бизоны с тобой плавают. Так, добавим еще вот эту вот елочку. Смотрится очень хорошо. Мне прям нравится. Так, и здесь вот так вот добавим. Поглубже их просто посадим. Да? Мне кажется, хорошо. У-у-у, замечательно. Так, у нас есть еще кусты. Какие-то кусты есть побольше, кусты есть поменьше. Я, наверное, вот так вот завуалирую места, которые бы так явно мы не хотели здесь с тобой видеть. Да? Да. О, блин, какая шикарная. Это что у нас? Фиговое дерево. Я обожаю. Мне такие очень даже нравятся. Так, папоротник. Папоротник почему бы нет? Если есть папоротник, значит где-то есть и маморотник. Так. Сюда тоже, я думаю, такая штука подойдет. Ну-ка. И вот так вот. Да, смотрите, как шикарно. У них здесь заливчик. Ему вроде как нравится. Они сюда у нас приходят и прям купаются. Все. А с остальных мест они у нас с тобой могут пить. Ну, блин, довольно-таки неплохо у нас получилось. Я думал, получится немножко похуже. Так, бам-бам-бам. Что бы вам еще такого интересного, ребята, добавить? Потому что вам вроде как ничего не нужно. Вроде как ничего не хочется. Вот. А у нас есть всякие интересные места. Давайте мы тогда еще вот сюда вот добавим вот такое вот спальное место. Очень уютное. Где-то с этой стороны. Почему? Ты спросишь меня. Я тебе отвечу. Потому что мы можем же заселить здесь еще велорогу. Да? Да. Я думаю, почему бы нет? Давай посмотрим. Так, велороге у нас нужно все то же самое. Так, не более одного самца, не более десяти самочек. Несмотря на то, что велорога часто называют антилопами, они гораздо ближе к жирафам и акапе. Блин, а кто бы мог подумать, ребята? Велорога ближе к жирафу. Так, давайте мы возьмем. Нам нужен один мальчик. Вот он, самец, красавец. Да? Сюда. И где-то вот три девочки мы ему возьмем. Они у нас потихонечку расплодятся. Мне кажется, будет хорошо. Так, а пока у нас велорогу несут, я бы хотел вот здесь вот взять, скопировать. Да, здрасте. Приехали. Вот этот вот стенд, на котором мы показываем, кто у нас здесь живет и чем это все дело занимается. Я бы его хотел, наверное, поставить где-то вот тут вот так. Вот мы его поглубже немножко посадим. Да, хорошо. И немножко сейчас с вами поменяем барьер. Так, добавить сюда вот так вот. Окей. Добавить еще одно. Нет, это надо вот здесь вот. Добавить еще одно. Окей. Так, и вот с этой стороны нам нужно... Давайте еще одно добавим. И плюс... Нет, ты где? Где ты? Вот. Вот так вот сделаем. Потому что места у нас, в принципе, у ребят много. Им хватает. Я думаю, если я чуть-чуть заберу от забора, они у нас не очень сильно расстроятся. Правильно? Правильно. Так, сюда. Вот так вот. Все, будет красота. Будет у нас замечательно. Замечательно. Единственное, на мониторе нам, конечно же, что нужно поставить американского бизона. Вот. Потому что это основная идея нашей экспозиции. Так. И быстренько посмотрим по велорогам. Велорогам укрытие необходимо, кстати. Да? Вот. По ландшафту им немножко не нравится, потому что нет земли. Вот. Но я думаю, они это смогут пережить у нас. Хотя, ну почему бы и нет. Мы можем с тобой земли вот здесь вот им немножко рыхлой, красивой дорисовать. Это место у нас такое. Глазу не видно. Вот. Поэтому почему бы и нет. Мы можем его землей засадить. Но оно не особо, видишь, влияет. Ему прям много-много, видимо, земли необходимо. Вот. Но мы можем здесь вот как-то подгрязнить, конечно. Вот. Тут как-то подгрязнить. Блин. А укрытие... Места в укрытии не хватает вам, ребята. Хорошо. Давайте. Если вам вот это вот укрытие понравилось, подходит и вообще вас устраивает. Давайте я попробую сейчас еще одно поставить. Где оно? Вот оно. Вот у нас есть два укрытия вам будет. Ну-ка. Если вот здесь. Да. Очень уютно. Смотри, как получается. Все. Два укрытия. Ладно, плюс-минус. Они одинаковые, но... Да. Нет. По укрытиям им все равно не хватает. Им не нравится вот это укрытие. Ладно, я понял. Я понял, я понял. Вот. Но... А какое вам нужно вообще? Это у нас... Где-где-где? Где ходят на велорога? Куда вы разбежались? Так. Это просто у нас велорога, да? Да. Давайте посмотрим по вольерам. Американского бизона мы с вами уберем. Добавим вид велорога. Так. Бонобо велорога. Вот оно. А какие вообще вам домики? Интересно, вы мне расскажите. Вот такие, да? Это вот то, что вы хотите. Ну, блин. Так. Маленькие кормушки, кстати. Вот давайте несколько штучек им еще бросим. Чтобы они у нас максимально счастливы были. А куда бы им тогда поставить? Поставить? Куда бы тогда им поставить? И что-то хорошее же, да? Нужно нам поставить для велороги. Ну, блин. Вот это все не смотрится никаким образом. Разве что вот такой домик вам могу предложить. Но, тут тоже довольно таки спорно. Кстати, а если мы вам вот такие вот поставим? Вам понравится? Давай две штучки. Одну мы поставим вот здесь. Да? И одну поставим такую вот с этой стороны. Вот. А возможно вот этот камень мы сейчас уберем. Ну-ка. Вот так вот. Да? Так, к примеру. Обогащение, растение, укрытие. Все. Укрытие у наших велорог на 100%. Мне вольер нравится. Получился большой. Очень большой получился. Все здесь вроде максимально, я не знаю, довольны. И велорогом есть такие очень удобные места. Правда, у нас тут шарик остался. Давайте мы его куда-нибудь сюда вам перенесем. Игрушек много. Да. Не спорю с тобой. Захламляет нам территорию. Но. С другой стороны. С другой стороны. Это же все делается для наших питомцев. Поэтому. Ну, я считаю, если им нравится, мы можем это все дело оставить. Мы же не планируем делать реализм, как в природе они у нас живут и размножаются. Поэтому у нас вот вольер с тобой такой. Людям нравится. Они ходят. Ходят большими толпами. Кстати, да. Что-то они сюда прям подрастянулись. Хотя, хотя кризис центра зоопарка у нас еще с вами присутствует. Вот. Дорогой друг, спасибо, что ты смотрел. Не забывай подписываться, ставить лайки, комментировать. Всего тебе хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok